Вы уже слышали название приблизительное, конечно, как всегда, моего доклада. Это «Да и нет психологии в пастырском служении». Почему так говорю «да» и «нет»? Наверное, прекрасно всем понятно. Вы посмотрите сейчас, какое явление. Всюду психологи. Причём какие-то психологи. Ну, как, извините, но как и в нашей церковной среде разные духовники, так и там тоже разные психологи. Выступления некоторых из них, я бы сказал, даже весьма известных, вызывают подчас очень серьёзные недоумения. Дело в том, что иногда эти выступления создают впечатление, что мы вернулись опять в эпоху ещё, ну, как вам сказать, в эпоху, когда наука была против религии, когда религия была антинаучным явлением, когда психология была, конечно, исключительно материалистической. Вот и сейчас подчас смотришь на эти выступления, слушаешь и удивляешься. Когда уж говорить о том, что там Фрейд, там Юнг и прочие, даже и не приходится, потому что по впечатлению той литературы и выступлений, которые имеют место сейчас в нашем психологическом мире, Фрейд занимает весьма такие сильные позиции, и не только там, на Западе, а и нашим многие психологи прямо следуют. Какие из этого выводы? Выводы подчас бывают весьма серьёзные, значительные выводы, которые действительно просто требуют решительного внимания со стороны, я бы сказал, богословия или, если хотите, православия. Так и требует не только существенной корректировки, но и просто даже решительного отпора. Вот поэтому я и своё выступление обозначил «да» и «нет». Я сейчас сказал «нет», но нельзя просто сказать, что только «нет». Есть и «да», есть «да», но, к сожалению, всё это «да» ограничивается лишь одной горизонтальной, я бы сказал, сферой. Горизонтальной. Знаете, мы говорим о трёхмерном пространстве. К сожалению, психология, которая в основных своих положениях, светская психология, пришла оттуда с Запада, она действительно имеет два измерения. Отсутствует третье. Ну, вот я говорю о психологии, а вы знаете, как неудивительно, что психология, как наука, до настоящего времени, в общем-то, не имеет однозначного определения. Определений много, конечно, и определений, касающихся преимуществ на той или другой стороне. Но такого вот сказать, что психология, наука – вот только об этом, к сожалению, как говорят специалисты, нет. Ну, я верю им, верю, потому что это слишком широкая область, область исследований. В чём причина вот такой неопределённости? Я думаю, прежде всего, в мировоззренческом ключе. Психология. Ну, как известно, этимология этого слова греческого – психи. Психи, как мы знаем, к нам перешло из греческой философии и означало это слово «психи». У них низшую часть души. Они говорили о душе. Но психи указывали лишь на низшую часть души, общую с животным миром. Когда же вопрос касался, собственно, человеческой части души, человеческой в смысле высшей, которая отличает от животного мира, то здесь греки употребляли понятие «нус» или «нос», то есть «ум». употребляли понятие «логоса». Ну, которое, это понятие, вы знаете, настолько обширное. Это около сотни значений этого слова. Но у нас употребляется как слово. Сам бог – слово. Так вот, в силу вот такой неопределённости слова самого психология, психи, когда можно понимать и как низшую часть души одну и ту же тождественную с животным миром, и как самую низшую часть, которая является подобной же у всех, по крайней мере, высших животных, то, видимо, отсюда, и это справедливо, что психология не имеет однозначного определения. Мне кажется, что светской психологии могло бы дать определение это. Но тогда нужно дать и христианское определение. И они будут очень и очень неоднозначны. Прежде всего, мне хочется обратить внимание на то, что светская именно психология, она носит материалистический характер, далеко не соответствующая тому высокому пониманию, который христианство предаёт душе, понятию душа. Интересно отметить, что ещё уже, не ещё, а, может быть, уже, да, и ещё, в XIX веке психология изучалась в наших университетах. И какова была её проблематика, каковы были оценки, каково её было понимание человека, это вызывало подчас самое серьёзное недоумение у наших, я бы сказал, наиболее интересующихся этой проблемой, и наших богослов иерархов. Я напомню, что так святитель Игнатий Вринчанинов в 1859 году в своём представлении Святейшему Синоду, даже вынужден был это сделать, в частности писал, «Необходимо устранить ныне преподаваемую психологию, заимствованную не из церковных источников, а из источников противных церкви». Опыт показывает, что лица, заимствовавшие свои познания из преподаваемых ныне учебников психологии, никак не могут примириться с теми понятиями о душе человеческой, какие доставляются святыми отцами православной церкви. Замечания очень серьёзные, принципиального характера, ничто-то такое, и действительно оно соответствует, видимо, самой сути. Можно подумать, что это XIX век. Ну, представьте, сколько времени прошло. Что теперь психология, как науку, уже не просто изменилась, но и взошла на более высокие ступени в своём развитии. Однако, вы знаете, приходится констатировать, или, по крайней мере, утверждать, что это совсем не так. Она остаётся наукой материалистической, наукой, которая занимается исключительно внешней по отношению к личности человека проблематикой и вопросами, в основном, практического характера, от словом «практической», что разумеется, вопросами, которые бы, разрешение которых давало бы нам возможность наилучшего устройства этой своей жизни. Точка. Больше ничего. Какие эти вопросы? Ну, мы знаем, прежде всего, это вопросы, ну, будем сказать, бытовые, что ли, или постоянные вопросы, обиды, ссоры, неприятности, семейные конфликты, недоразумения в обществе. Вот. Но дело в том, что если бы только этим исчерпывалось, приходится заниматься вопросами куда более серьёзными, от которых никуда не денешься, и посмотрите только панические атаки. Вот, например, приходится получать письма. Это действительно, оказывается, страшная вещь. Да. А так называемое эмоциональное выгорание, что только здесь происходит, а депрессии, а кризисы душевные, а так называемая фрустрация, знаете ли, ну, в любой науке любят терминологию какой-нибудь, которая поменьше была, ну, понятно, людям. Вы знаете, это же интересно. То есть это что такое? Что это такое? Это, ну, перепады, собственно, настроения, неожиданная раздражительность. Вдруг вспыхивает ни с того ни с чего. Ну, и, конечно, то, что появилось сейчас и беспокоит очень многих, прежде всего, родителей, это зависимости. От чего? Перечислять не будем. Всем нам известно, что только происходит от одного этого интернета. Так вот, светская психология в основном занимается проблемами, которые, вот как их назвать? Вот, может быть, вы кто-то такой будете доклады представлять, скажете. Вот, смотрите, занимается чем? Всем тем, что обусловлено нашей генетикой, нашей физиологией. Именно обусловлено, обусловлено материальным даже состоянием, социальной средой. Ну, вот этот весь комплекс, в общем-то, внешний по отношению к человеку, как к личности. Этих проблем, конечно, очень много. Это и функции ума. То есть у меня пропадает память, извините, что мне делать? Вот, к кому обращаться? Да. Внимание. Что делать? Да. Восприятие, мышление. Знаете ли, не могу удержаться на одной точке своё внимание. Кстати, это очень здорово было бы заняться, потому что удержать своё внимание в молитве, например, научиться бы, это, конечно, было бы очень здорово. Но, правда, там психология этим не занимается. Или, например, ещё более касается функций сферы чувств. То от человека настроение восторга, то отчаяние, то уныние, чего только нет. То раздражение, то напряжение. Это вопросы, с которыми постоянно обращаются. Постоянно. Даже, кажется, я попытался это как-то добиться этого, но, в общем, заключительного ответа так не получил. Даже, кажется, иногда обращаются и к такой проблеме, проблем, как, я бы сказал, ну, смысл жизни. Но, вы знаете, что, по крайней мере, сколько приходилось вот мне смотреть, то даже цель и смысл жизни оценивается через призму исключительно вот этих материальных, эстетических, культурных, вот этих вот сторон жизни. измерениям, опять повторяюсь, вот это третье измерение куда-то исчезло. В общем, мы превращаемся, по крайней мере, впечатление такое, в каких-то плоскатиков. Плоскатики. Двухмерные существа. Тень. Она имеет только два измерения. Третьи нет. Так и здесь. Всё обусловлено, всё ограничено, резко. Ты – тень. И никаких третьих измерений. Вот с этой стороны я почему это подчёркиваю, что вот этот мировоззренческий ключ, с которым я обмолвился, что он является, знаете, как вот в музыкальных нотах. Кажется, написаны одни и те же значки. Но попробуйте поставить вместо скрипичного ключа поставить басовый. Какая музыка будет? На вас взглянутся с недоумением. И что нам? Так, и здесь. Много вопросов. Тут, кажется, общих. Я говорю, общих с чем? С теми вопросами, которыми занимает вот священнослужитель, на которые направлено внимание церкви, с которыми обращаются к духовникам. А вот ключ, в котором рассматриваются эти вопросы, совсем оказывается другой. Светская психология именно вот так подходит. Причём, каким приходит выводом, вы знаете, даже вот не знаю, что сказать. Ну, вот я послушал лекции одной нашей знаменитости, которая называется «Мы готовим детей к позавчерашнему миру». И вы знаете, что… О чём? В чём причина? Перечисляются так называемые страхи поколения. Что это значит? Например, утверждаю, что хорошо иметь настоящую надёжную профессию. Ну, что вы! Это отошло в прошлое! Какая профессия? Вы что? Это всё сложится само собою. Не нужно об этом беспокоиться. Это устарело. Нужно копить деньги. Но это вообще чепуха. Это вообще больше не работает. Просто приучать детей к бережливости в этом смысле копить. Не накопительство, как, конечно, чепуха. А приучать детей к бережливости сегодня нерелевантно. Повторяю её слова. Это чепуха. Если у вашего ребёнка, цитирую, в школе есть форма, а это положено в школу, знаете, что нужно сделать? Купите в три раза больше одежды. Чем ему нужно объективно? И это будет очень хорошо. Ребёнку не нужно будет страдать и заниматься. Или такой страх. Нужно копить знания и во всём разбираться. Это совсем не годится. Почему же? Утверждаются не больше и меньше. Как следующее. Человек сам научится в интернете, а не в школе и не у родителей. Для этого существует интернет. Но, вы знаете, сейчас что-то, по крайней мере, некоторые аспекты, а может быть, даже и большие, намечаются в нашей цифровом образовании. Зачем эти школы? Зачем учителя? Вот не могу не отключиться и сказать, обратите внимание, когда-то образование, это было прежде всего воспитание. потом начали отсекать воспитание. Теперь уже оно почти совсем исчезло. Только образование. То есть, человек превращается в машину, в компьютер. Напихивает, как рождественское гуся, только знания. И всё. А ты каков? А каким хочешь быть? Я вот сейчас вам цитирую вот эти откровения, но вот ещё не могу не сказать. утверждают, нужно делать всё хорошо, качественно, порядочно. Задача в современном мире совсем другая, совсем противоположная. Нужно уметь ловко и быстро определить, что как нужно сделать. Что-то делаем хорошо, что приемлемо, а что-то тяп-ляп, и всё в порядке. Всё замечательно. Вообще, если мы будем учить ребёнка делать что-то качественное, так, то у него не будет шанса стать в чём-то лучшем в будущем. Родители пригласили. Ребёнок не хочет в школе учиться. Пришла к нему. Что же оказывается? А ребёнок, то есть, он уже подросток, пишет музыку для вот этих всяких публичных, музыку, и получает три тысячи евро в месяц. Зачем же ему учиться ещё? Скажите. Родители по старинке ещё думают о чём-то. Это просто вот такие факты. Это современная психология. такие, например, шедевры, как, я смотрю, в одной книге очень солидной, там, повышение настроения. О, это одна из очень серьёзных проблем психологии. Что для этого нужно? То есть, если бы все мы сейчас собрались бы и вместе обсуждали, и набросали бы, ну, ответ я вам даю. Зачитываю. Что нужно? Самый эффективный ключ. Фитнес, танцы, дыхательная гимнастика, йога, шоппинг. Представьте, это повышение настроения. Вы слышите? Шоппинг. А денег? Пришёл магазин. Ой, глаза разбежались. А денег нет. Это повышение настроения? Это пишут люди. Вы подумайте только. А ещё дальше. Для женщины язык любви поцелуи. Для мужчины секс это что уже такое? Психология. Я специально привожу эти примеры, специально, чтобы показать, на каких просто подчас противоположных буквально позициях находится светская психология, которая сейчас уже фактически просто заменяет и, наверное, скоро заменит, даже то, что мы именуем духовничеством, то, к чему призвана церковь, к чему призван каждый священник. Главное, что при этом позиции, на которых стоит то и другое. то, что для церкви является, хотя бы грехом, страстью, ненормальностью, здесь оказывается, это просто может являться одним из инструментов. Одним из инструментов чего? Чего? Ну, того, чтобы изменить настроение. Насколько времени? Ну, насколько хватит? мы говорим, да и нет психологии. Какой? Церковь, церковь, христианская церковь утверждает, что мы – образ Божий, что душа – это не совокупность каких-то мыслей, восприятий, ощущений и переживаний. Это не мозг в конечном счёте, каким бы сложным он ни был и удивительным. Человек – образ Божий, но находится сейчас он, он, этот человек, образ Божий, находится в состоянии падения. Наша природа исказилась, и все те негативные вещи, с которыми мы сейчас встречаемся, это есть не что иное, как искажение тех богосданных, великих, добрых, добрых, прекрасных сторон человеческой души, с которыми он был создан. И борьба с ними описана где? У академиков веры, у святых отцов, которые прошли путь от обычной всем нам свойственной греховности, страстности, прошли путь до величайшего обожения, прошли, указали эти средства, указали, если хотите, эту логику, указали, указали, как нужно бороться со страстями, ибо основная причина всех тех психологических состояний, недомоганий и страданий, которые проистекают, основная причина в чём? То, что страсти – это же страдания, а когда человек раненый весь, простите, что нужно сделать? Не обезболивающее дать ему таблеточку, а вылечить надо. Так вот, церковь даёт и указывает, даёт средства, как именно вылечить человека. Что вы спросите только, что делать, чтобы не завидовать? А у Василия Великий и не зарождалась в душах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть. Что сделать? Ну, что сделать с самолюбию? Что с завистью, со всеми этими страстями? Одним словом, церковь, наша христианская вера говорит о том, что мы образ Божий и есть средства духовного порядка, которые даёт возможность нам побеждать действительно, бороться и побеждать. Вот всё, весь тот спектр действительно тяжёлых и заболеваний, которые мы именуем заболеваниями душевными. поступил вопрос. Скажите, пожалуйста, какие вы видите пути диалога или взаимодействия с современной психологией, если они, конечно, необходимы? ну, этот путь, этот путь только один. Я бы был бы очень рад, если психологи, эти светские психологи, взяли бы хотя бы один раз жизни, подержали бы в руках, или Иаса так осилина. Слова подвижники. Это, вы знаете, это такой мыслитель, его глубиной просто поражаешься. Возьмите ту же лестницу, посмотрите, они скажут, ой, что это такое? Но ещё бы не ой, когда вам скажут 14-е слово Иоанна Лестящика о любезном для всех и лукавом владыке чревия. О, самый корень прям бьёт. Мы можем рассуждать о высочайших материях, пока они сели за стол. Так вот, было бы что, чтобы хотя бы немножко, немножко они поняли, почему, почему утверждаем, что есть Бог, есть душа, душа как орган человека главнейший. Так? Бог, душа, есть вечная жизнь, а не этот миг существования, в котором мы ищем средств, как бы вот сейчас облегчить его страдания в этот миг. Но облегчили меня на пять минут. А дальше? А если вечность есть, и я пойду с этим грузом, что будет? Поэтому мой ответ только такой. Всё-таки я считаю стыдно, когда мы изучаем всякие восточные учения, всякие мистические направления, а не знаем своего родного уже тысячу лет, которым живёт наш народ православие. Познакомиться с православием. Вот что бы я посоветовал. Не с церковной сферой внешней, а познакомиться с тем, что такое православие по существу, как религия. У меня такой вопрос. Я довольно много прожил в Америке, почти 14 лет, и скажем так, в Америке психология уже давно заменила фактически церковь. И огромный, гигантский слой людей ходит к психологу как к священнику. Я имею в виду, конечно, не только православных, там православных совсем немного, но вот именно протестанты. Вот всегда возникал вопрос, а что вот мы можем сделать, чтобы этих людей приличить? Ну да, мы проповедуем, мы говорим. Как им быть в сложных житейских ситуациях? Может ли психология помочь им, на ваш взгляд? Или все-таки единственный путь это возвращение людей в церковь? Вы знаете, в чем-то может, но касается она таких вещей, самых таких житейских, проблематичных. Вот посторонний муж жилой, что делать? Ну, может быть, сумеет примирить. Но вот может это и для сотрудничества с психологической наукой, чтобы помочь людям для начала хотя бы справиться с своими проблемами, которые возникают в быту. Да, да. Американцы, кстати, очень практичный народ, и их больше всего это интересует. Да, да, вот может быть, это и есть возможность нам сотрудничать с ними, с психологами, помогать им и людям этим, и вот таким образом как бы открывать людям доступ к Богу. Помогать им встраиваться, прежде всего, с проблемами метровыми. Вот я бы привёл один простой пример, и может быть, он бы как-то, вот в скорби, кто с ними не встречает? Как относиться к ним? Если Бога нет, что? Да, это значит, кто мне подставил ножку, кто-то на меня наговорил, что-то у меня такое случилось. Если есть Бог, нет случайности в нашей жизни. И всё, что происходит, если Бог любовь, это значит наилучший на данный мне момент. Как вы, когда к врачу приходят, одного он посылает на курорт, почему? Такое мне болезнь, другого под нож. Инопланетянин скажет, ужас какой! Нет, Бог никого не награждает и не наказывает, а всё, что происходит с нами, есть то лучшее на данный момент, которое мы должны принять, как? Господи, да будет твоя воля. И человек, твёрдо верующий в это, получит облегчение. Неверующий ничего не получит. Да, если ещё учесть, что всё-таки мы же живём тут миг только. Это экзамен, это наша жизнь, только экзамен для настоящей жизни, который будет. Тогда как мы должны оценивать это? Вот, мне кажется, даже такие элементарные рассуждения, они подчас очень помогают. Помогают переносить скорби надлежащим опытом. И вот я сталкиваюсь с ситуацией, когда многие прихожане, только пытающиеся выцаркиваться, приходили с простыми вопросами, связанные с психологическим отношением в семье, например, с работотальством. И, как говорится, здесь духовные вопросы, с духовной точки зрения не всегда возможно на это ответить. Да. Приходится вот копаться, читать книги по психологии, находить какие-то такие маленькие зёрнышки, с вами согласен, огромное количество певел в этом психологии, для того, чтобы помочь человеку. Я думаю, что, вот я, например, когда учился в академии, семинарии, у нас была парсенская психология, именно вот связана вот с такими отношениями. Я думаю, что, наверное, это очень важный момент, чтобы мы изучали психологию более углублённо в тех же духовных школах. Мне кажется, что если бы мы более углублённо почитали бы святых отцов, мы бы нашли там ответы такие, которые психология светская даже и представить себе не может, вы знаете. Мы, к сожалению, мало знаем святых отцов, а ведь есть же у них столько великолепнейших наставлений. Я говорю, я когда впервые начал читать Исаака Сирина, я просто ахнул. И так, я говорю, это глубочайшие же философы, такие идеи. Посмотрите, мысль. Что такое мысль? Пишет Исаак Сирин. Ну, я просто к примеру. Мысль делает нас и лучшими, и непотребными. Берегитесь мыслей. Берегитесь мыслей. Вы можете себя мыслью убить. Йоги, говорят, могут мыслью сада убить. Не знаю, убивал или нет. А вот убить себя мыслью можно. О, тут целая проповедь от святых отцов. Благодарю, Юрий Васильевич. Спасибо вам большое.